Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот все, что вам надо знать о витаминах. Как понять, что у вас есть недостаток витаминов внешне? Признаки и причины дефицитов разных витаминов. Принимать витамины надо курсами или всегда пожизненно? На эти и другие вопросы вы услышите сейчас полные ответы. И помните, зная причины дефицитов витаминов и свои проблемы со здоровьем, связанные с этим, Вы сможете определить дефициты, даже не зная о них, не сдавая анализы, потом обязательно сдать, проверить, исследовать и уже лечить свои запущенные состояния, не допуская до непоправимого. Тем самым вы сможете продлить себе жизнь, причем надолго, и жизнь активную. Итак, витамин в переводе с латыни – жизнь. Вита – жизнь. И они жизненно необходимы для здоровой биохимии организма. Многие из них – антиоксиданты, то есть вещества, борющиеся со свободными радикалами, которые разрушают организм и приводят к быстрому старению и появлению ошибок, в том числе в ДНК, в делении клеток, к образованию раковых клеток. А витаминоз – это вообще полное отсутствие какого-то определенного или определенных витаминов. И это состояние вызывает болезнь и является уже само по себе болезнью. А люди об этом, о причине начинают понимать, то есть что и почему от чего, когда уже поздно или трудно поправимо. Отсутствие витаминов полное вызывает смерть. У нас в стране, как правило, тотальный дефицит витамина В1, В6, витамина С, витамина Д, а у беременных, как правило, В9. Гиповитаминоз – это нехватка, недостаток витаминов определенных. Сейчас это состояние есть почти у всех людей, и причин тут много. Бедная ими пища, недостаток выработки от солнца того же Д3 и прочее. Это как гипервитаминоз, то есть избыточное количество, может быть, но встречается крайне редко, ну, например, по витамину Е. Ну, это почти невозможно. Витамины делятся на жирорастворимые и водорастворимые. К жирорастворимым относятся витамин А, Е, К и Д. А к водорастворимым все витамины группы В, то есть от В1 до В17, и витамин С. Водорастворимые витамины быстро усваиваются и не накапливаются в организме, кроме витамина В12, в виде исключения которой действительно накапливается в печени. Кстати, они, когда поступают в организм в больших количествах, красят мочу в определенный цвет, именно по причине того, что они быстро выводятся из организма, организм их не накапливает. Тот же витамин С. Самое главное, внимание, жизненно важная информация. Они нужны не курсами водорастворимые витамины, они нужны постоянно, и если из продуктов питания их нельзя получить в наши дни, ну все, в должном количестве, или можно, но недостаточно, то надо принимать витамины эти дополнительно, но лучше, я бы сказал, категорически не химические, синтетические производства фарминдустрии, а полученные путем экстракции из природного сырья, или же из так называемых суперфудов, то есть продуктов, концентратов этих витаминов, ну и минералов. И это спирулина, хлорелла и фукус. Об этом у меня были видео, очень важно, я ссылки вам оставлю, не поленитесь, потом посмотрите под видео. А вот фармполивитамины принимать категорически нельзя. Во-первых, они все синтетические, и многие из них несовместимы, а они в одном продукте, причем и хранятся, ну в той же капсуле, например, и потребляют с вами. Так вот, несовместимы. Более того, некоторые антагонисты друг к другу. Их такая вот продажа в виде мультивитаминов, якобы для блага, чистый обман и нечестный маркетинг. Так, жирорастворимые витамины хуже усваиваются, но накапливаются в тканях организма, и их можно пить курсами. Например, 2-3 месяца пьются, потом месяц перерыв. Естественно, если нет тотального дефицита, тогда надо пить до устранения дефицита и приведя до серединной хотя бы границы нормы. Это перед тем, как делать перерыв. Теперь о причинах дефицита. Их много, слушайте внимательно. Все они важны, и вдруг у вас есть какие-то, а может быть даже несколько. Витамины могут просто не всасываться в кишечники в достаточном количестве из-за таких состояний. Нездоровье кишечника, как СИБР, это синдром избыточного бактериального роста, СДК, то есть синдром дырявого или перфорированного кишечника, из-за различных дисбактериозных состояний. Потом, конечно, причинами могут быть скудное питание. Ну, поскольку специфические продукты содержат определенные витамины, а какие-то не содержат. И человек на питании, который не содержит определенные витамины, их и не получит никак. Ну и минералы тоже, но это отдельная тема. Еще одна причина – быстро растущий организм и опять-таки недостаток в рационе питания полноценного состава всех витаминов. Другая причина – большая физическая и умственная нагрузка. Увеличивает расход витаминов в организме? Да, конечно. Следующая причина, и, пожалуй, она одна из главных – это глисты, то есть паразиты, гельминты, круглые, ленточные, плоские черви. Ну вот как вы полагаете, те же широкий лентец, бычий цепень, да и другие, которые всей своей поверхностью тела, у некоторых экземпляров она достигает 5 и даже 10 метров, так вот всей поверхностью тела из кишечника высасывают они питательные вещества. Может быть, поэтому дефицит? Может, аскориды, которые питаются кровью человека, высасывая его из кишечника, пробуравливая стенки кишечника, могут вызвать дефицит витаминов, ну и минералов тоже? Конечно, могут и вызывают. Эта тема очень серьезная. Я вам, если вам дорого ваше здоровье, категорически рекомендую посмотреть хотя бы два последних моих видео на тему паразитов. Ссылки я вам в описании оставлю. Два раза в год проходите антипаразитарные программы. Это жизненно важно. Еще одна большая проблема – потребление большого количества сахара, сладкого. У меня много было видео на эту тему, не буду сейчас расшифровывать. Далее, большие расходы витаминов из-за неблагоприятной среды окружающей. Ну, имеется в виду экологическая обстановка и так далее. Ведь помните, витамины многие антиоксиданты, и они расходуются по мере того, как на организм воздействуют неблагоприятные факторы, в том числе антропогенные, то есть вызванные разрушением природы человеком, химпромышленность, фабрики, заводы, ну и так далее. Стрессы. В этот период организм потребляет очень большое количество витаминов для приведения и нервной системы, и других систем в порядок. Безусловно, алкоголь и табак – это самые страшные разрушители, ну и другие различные неестественные вещества. Беременность и болезни. Дело в том, что в этих состояниях происходит большее потребление витаминов. Вполне понятно, почему. В одном случае для организма и ребенка необходимо, ускоряются обменные процессы, формируются новые ткани, синтезируются новые вещества, и витамины здесь жизненно необходимы. Тут своя специфика, свои надобности. Ну а болезни, понятно, организм борется, образуются миллионы иммунных клеток, они борются с инфекциями, например, и на все на это тоже нужны витамины. Вот почему выпадают волосы у беременных, например, часто портятся ногти, то, что расход многих витаминов и минералов идет огромный. А из пищи, современной тем более пищи, всегда есть недостаток. Современная женщина порой с одной беременности получает эти проблемы, а до революции и в городах многие семьи имели по 10 и даже 20 человек детей, и женщины при этом не теряли волосы и ногти. Разумеется, пища в те времена обладала совершенно другим составом, то есть пища была богатая всеми питательными веществами. Итак, плюс проблемы вызывают болезни ЖКТ, например, някни, специфический язвенный колит, болезнь крона, хронический энтерит, колит и так далее. Патологии печени вызывают дефициты витаминов. Разумеется, гепатит, цирроз, ведь печень – это и хранилище многих витаминов, и лаборатория, которая синтезирует, и перераспределяет, и запасает их. Плохое усвоение витаминов может быть из-за этого, дефицит в организме. Почему? Ну, во-первых, проблема с ЖКТ, об этом я сказал, а во-вторых, из-за малоактивного образа жизни. Да, и это тоже влияет на усвоение витаминов. Еще причина – несовместимая продукция, вредная еда и образ жизни, и антибиотики. Ну, наконец, банальный дефицит витаминов в продуктах питания. Собственно, косвенно об этом, ну, практически во всех пунктах было сказано. Косвенно это касается всех пунктов, но надо выделить это отдельно. Вот выделил. Ну, и, конечно, сезонность добычи и выращивания природного материала, сырья, продуктов как раз влияет, да? Ну, например, зимой огурцы из теплиц, тем более из промышленных. Ну, ясное дело, что там многих питательных веществ недостаточно. Еще причина – термически обработанные продукты, консерванты и так далее. Помните, тот же витамин С при термообработке полностью разрушается уже при плюс 70-80 градусов. Полностью. Ну, от времени, конечно, от экспозиции зависит. Тем не менее. Да, интересный и важный факт. Витамины в растениях синтезируются в основном от солнца. Точнее, от воздействия ультрафиолета. Это защита для растений от ультрафиолета, по сути так. И еще очень важный момент. Ведь поскольку у людей сейчас почти у всех СИБР, там синдром дырявого кишечника и прочие проблемы, дисбактериозное состояние, жидкий стул, неравномерный, вот все эти проблемы, то увеличить КПД всасывания, а оно очень плохое, от витаминов, необходимо сейчас. Но увеличить КПД всасывания витаминов возможно. Применяя фулевую кислоту, не путайте с созвучным названием фолиевой кислоты, то есть витамином В9. Итак, фулевая кислота, об этом у меня было видео, вы его непременно посмотрите, я попрошу моего помощника поставить это видео в разделе ссылок под видео на первом месте. Обязательно это видео мое потом посмотрите. Итак, посему, поэтому, особенно в наши дни, всем людям нужна профилактика. Но вот как и животным, животноводы знают и добавляют в корма для животных витамины. Им потери в сельском хозяйстве, а это деньги и, соответственно, работа, потери не нужны. А вам потери лет вашей жизни, вашей жизни нужны? Нет? Ну вот слушайте далее. Некоторые витамины действительно могут синтезироваться кишечными симбиотическими бактериями в нашем организме. Но поскольку в наши дни почти у всех СИБР, синдром сбыточного бактериального роста, дисбактериозное состояние, то эта проблема огромная. И уже синтез либо идет слабый, при этом еще всасывание низкое, имейте это в виду. Да тут еще плюс паразиты и другие факторы, которых не было раньше, скажем, 70-100 лет назад, понимаете? Ну а теперь признаки дефицита тех или иных витаминов. Если рана у вас долго не заживают, остаются надолго рубцы, красные пятна, следы ран, то у вас дефицит витамина С. Боль в мышцах косвенно указывает тоже на дефицит витамина С. Ну и магния, говоря о минералах. Но сейчас не об этом. Кровоточивость десен, кстати, тоже может быть связана с дефицитом витамина С, но и с дефицитом витамина К1. Но в отличие от дефицита витамина К1, при дефиците витамина С кровоточивость быстро останавливается, а при дефиците витамина К1 может быть постоянной, скажем, при чистке зубной щеткой зубов и десен. А вот жидкий стул часто бывает из-за дефицита витамина К1. Как и головокружение, слабость, и синяки, и гематомы, долго не проходящие. Почему? Дело в том, что дефицит витамина К1 приводит к плохой свертываемости крови. Вот и все. Витамин Д отвечает за здоровый сон, сосуды, за половую сферу, костно-мышечную систему и не только. В последние годы витамина Д не хватает почти всем. Что-то изменилось в природе. Солнце уже не дает должной выработке и усвоении витамина Д3. Остеопороз тот самый, которого боятся многие люди, не есть проблема дефицита кальция. Его вообще практически быть ни у кого не может. И молоко здесь пить не надо, и не поможет оно, оно вредит только. Но об этом у меня было в видео про молоко подробный разбор. А вот дело-то тут и проблема в дефиците витамина Д3. Потому что витамин Д3 проводит кальций в кость. А вот витамин К2, и здесь важно сказать, что витамин К просто, когда говорят, особенно врачи и диетологи, это говорит о профнепригодности, это совершенно два разных витамина. Вы поняли уже, что делает витамин К1. А вот К2, его главная функция, это удержание кальция в кости. Мало туда провести кальций, и это делает витамин Д3. Его там еще надо удержать, и чтобы разные факторы не достали, не вымыли из кости кальций. Ну, витамин Е отвечает за проблемы со зрением, с иммунной системой, с половыми гормонами. Покалывание в руках, а не менее головокружение, это такие характерные признаки дефицита витамина Е. Больше всего его, причем в гамма-модификации, самые необходимые и усвояемые, это в органовом масле. Ну, разумеется, много где еще. Витамина отвечает за слух, если он начинает портиться, если у вас, кстати, есть эффект, так называемого сухого глаза, ну, проблемы со зрением, в первую очередь, пятна на глазах, куриная слепота, когда в темноте человек начинает хуже видеть, и вплоть до полной слепоты, это витамин А. Про витамины Б сделаем так. Я вам кратко скажу сейчас про витамин В1, а про остальные витамины. Будет ссылка, и в моем телеграм-канале вы сможете подробно прочитать про это, или на моем сайте по здоровью, youfrolov.blog. Ссылки на мои другие источники будут под видео. Так вот, дефицит витамина В1, который приводит к очень серьезным проблемам, в первую очередь, связан с потреблением пива, шлифованных круп без оболочки, то есть у тех, кто исключил из рациона питания, хлеб из муки грубого помола. Кстати, и это будет для некоторых удивительно, но это научный факт, от избытка в питании белка и сахаров, тут ничего удивительного. Уменьшает его количество и увеличивает потребление. Длительная жара, холод и такие болезни, как тиреотоксикоз, разумеется, сахарный диабет и хронический энтероколит. Ну, а остальных витаминах группы В, я уже сказал, по ссылкам в телеграме, либо на моем сайте, юфролов.блог, посмотрите. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Вы подпишитесь на канал, кто не подписан, нажмите колокольчик, чтобы приходили уведомления, и вы не пропустили мои другие, новые, не менее важные видео. Напишите пару слов в комментарии под этим видео. Этот ваш совсем небольшой труд поможет продвинуть мое видео. И если не затруднит, пошлите ссылку на мое видео с просьбой посмотреть своим друзьям, близким, знакомым. Сейчас я дам вам несколько рекомендаций, какие мои видео посмотреть надо обязательно в продолжении этой темы. Слабость, усталость, как поднять энергию, что такое коэнзим Q10. Видео про то, почему вы вечно уставшие. Видео 4 причины вздутия, газы, несварения. И как по калу узнать болезни. Посмотрите обязательно вот эти мои видео про профессора Исаева, про то, как делали настоящие БАДы, то есть биологически активные добавки в советские времена. Обязательно серию моих видео про витамин D3 и К2. Мое видео про железо и ферритин. Очень важная тема. Ну и, конечно, про цинк, йод, про витамин С и про омега-3 жирные кислоты. И еще прошу чуть более двух минут вашего времени. Это не реклама, а просьба к вам, моим постоянным зрителям и покупателям нашего магазина надгар.ру. Дело в том, что моя старшая дочь учится в институте в отделе рекламы. Сейчас у нее практика. Ей разрешили сдать зачет по аналитике моего сайта, продукции и обратной связи с клиентами, подписчиками. Она создала для этого две группы в Телеграме и ВКонтактах. Ссылки я оставлю вам на эти группы под видео. Она хочет улучшить образность и доступность информации. В эти группы она по-своему вносит продукты и описание к ним. Более качественные фото, чем в моих старых группах и на сайте. Я прошу вас не полениться зайти в них, оценить, обязательно подписаться в эти группы, даже если вы их не будете потом смотреть. Но, возможно, вам они понравятся. И тогда моя дочь будет их вести далее, постоянно внося в них новые фотографии и описания. И я верю в то, что мы улучшим таким образом донесение до вас информации о наших продуктах и иных товарах, важных для здоровой жизни. Я прошу вас перейти в каждую из этих двух групп и подписаться на них. И будем ждать от вас отзывы, а также предложения о их развитии, о том, что бы вы, именно вы, хотели там видеть. И мы обязательно учтем ваши пожелания и предложения. Благодарю за внимание. Ну а теперь досмотрите еще две минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте надгард.ру не покупал и те люди, кто смотрит это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгард.ру, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя, на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.